В этот день, 3 апреля 1836 года, император Николай I подписал указ о строительстве первой железной дороги в Царскосельской. 3 апреля 1992 года Иосиф Сталин был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ. 3 апреля 1933 года хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку. Эта операция доказала возможность в клинических условиях вживлять человеку целые органы. 3 апреля 1975 года русский гроссмейстер Анатолий Карпов впервые стал чемпионом мира по шахматам. В этот день, 3 апреля, родились. Роза Шанина, советский снайпер отдельного взвода снайперов девушек. Кавалер орденов славы 2-й и 3-й степеней. Первая женщина снайперу, достойная этой награды. Матвей Мудров, врач, профессор патологии и терапии. Жизненное направление многих людей часто меняет встречи с одним единственным человеком. Встретился такой человек и на пути будущего профессора медицины Матвея Мудрова. Штабслекарь Кирден, детям которого Матвей преподавал латынь и русский язык. «Брось ты эту науку семинарскую, ищи свою дорогу в мирских делах. Вот твой отец, три языка знает, врачевать может, все псалмы и молитвы знает, а от бедности никуда не ушел». Толковый юноша прислушался к совету умудренного опытом взрослого и отправился поступать в Московский университет. В дорогу с напутственными словами сына провожал отец «Помни бедность и бедных, так и не забудешь нас, отца с матерью, и утешишь». Этому девизу доктор от Бога следовал всю свою жизнь. Закончив университет с двумя золотыми медалями, Мудров, как и его современник доктор Гаас, торопился делать добро. Всю свою жизнь он посвятил неподдельной заботе о больных и страждущих. При этом конкретной специализации Мудров для себя не выбирал, полагая, что необходимо лечить не болезнь, а индивидуально каждого человека. Врач стажировался и посещал лекции во всех странах мира и по военно-полевой хирургии, и по терапии, по анатомии, глазным болезням и даже акушерству. К любому пациенту лекарь подходил с особой дотошностью, выясняя, когда появились первые признаки болезни. Причем практиковал раздельное лечение, одно для мужчин, другое для женщин, третье для детей. Микстуру лекарства в количестве не более двух препаратов выписывал только в случае крайней необходимости, чем вызывал критику со стороны коллег, солидно замешивавших лечебную смесь из 10 номинований. Не менее тщательно врач подходил и к рациону заболевших людей, одних сажал на диету, другим рекомендовал усиленное питание. Порой доходило до абсурда, когда некоторые из больных прислали лечащему доктору на дом блюда на пробу. Среди наблюдавших со многими принадлежали к знаменитым семействам – Трубецких, Голицыных, Лопухиных. А писатель Лев Толстой запечатлел имя профессора в романе «Война и мир», написав «Витивье и Фуллер не поняли, а Фрис понял, и Мудров еще лучше определил болезнь». Стоит заметить, что за всю свою многолетнюю практику Мудров собрал истории болезни всех своих пациентов, описание которых составило порядка 40 томов. Настолько скрупулезен в деле он был. Много своего врачебного времени профессор посвятил малоимущим людям. Причем для них он выделил целое направление под названием «Медицина бедных и ремесленников». Понимая, что отсутствие денег не позволяет беднякам покупку дорогого аптечного лекарства, Мудров врачевал их простейшими средствами, как мог. «Иногда лечи даром, за счет будущей благодарности, или, как говорится, не из барыша, была бы слава хороша. Ибо кто чисто любив и милосерд, тот есть истинный любитель и любимец науки». Такого постулата старался придерживаться Мудров и тому же учил своих студентов, подавая пример собственными делами. На свои гонорары покупал беднякам сапоги, вкладывал свои деньги в восстановление сгоревшего московского университета, отдавал книжные раритеты из личной библиотеки. В любое дело доктор вкладывался на 100%, и, как порой бывает, сам сгорел на работе. Мудров входил в состав комиссии по борьбе с эпидемией холеры, заражение которой стало смертельным и для него самого. Узнав о гибели выдающегося врача, журнал «Вестник естественных наук и медицины» опубликовал «Некролог». Пока будет существовать Москва, имя Мудрова не придет в собвение. А сам бы доктор заметил о себе «Жизнью жертвую ради жизни других». Да, так и было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова